Ну что ж, сегодня 11 апреля, среда, пришло время вскрывать недельные сундучки, и также пришло время вскрывать легендарочки. Вскрою легендарную вещицу на монаха, ранее я вскрывал на нем, был Сехус и Притас, а теперь же сапоги, которые весьма хороши в ООЕ. Окей, хорошо. Если я надумаю качать монаха, то возможно я буду их использовать вместо Сехуса. Ну а теперь сундуки. Я начну с Флара. Закончу ДК, самое главное не забыть про Шамана. В тот раз. Крестики раскиданы, походы на Аргуса уже сделаны были. Конечно же я остался без Монтула. Естественно он мне не нужен. Зачем он мне? Подумаешь, Монтул. Всего лишь тысячный тринкет. Тысячный кристалл. Зовт. Что это? 965-й релик, который даже полезнее моего будет. Добыть такого не может. Хорошо. После всех вскрытий надо будет зайти обратно на Война и поиграться с Тиелем. Посмотрим, что из этого выйдет. А, ну и да, и конечно же 82-й уровень артефакта прокачать. Паладину я сейчас, конечно же, пролутаю какую-то бижутерию. Это 100%. Какое-нибудь кольцо или шею, или тринкет бесполезный. Хотя тринкет может быть сам по себе полезный, но конкретно для паладина он может быть нечемным. А это перчатки. Думаю, такая отлично. Все равно у меня 11 кусок. 15-е косматы. Продолжение следует... Я думаю, теперь вы понимаете, почему я хочу сделать этот видосик вечером. Я вот эти вот просто все сцены, где я перехожу с персонажа на персонажа, я их просто-напросто вырежу просто, да и все. Итак, друид. Что это? Это еще один релик? Ну ничего ж себе. Который идет на распыл. Пятнадцатый комбо, окей. Ключи хорошие падают, в принципе, можно будет даже и конкретно их закрыть, не находя ключи рандомов, как вариант. Всяко лучше свои ключи собирать, чем искать ключи рандомов, потому что рандом группы, они могут и вообще развалиться на первом же мобе, либо кто-то дисконнектнется, хотя в вашей собранной группе случится то же самое, но хотя бы можно будет взаимодействовать каких-нибудь своих друзей и потом предъявить им за это, что они дисконнектнулись или что-либо плохое натворили. Ну что ж, шамон. Ага, нагрудник. Окей. Так, не-не-не-не, не туда. Отдай обратно. Все, спасибо. Пускай пока эти сет куски лежат, я хочу побольше дропнуть их эквипом и только тогда экипировать на шамона. За Альянс. Итак, пришло время зайти на ДК и, конечно же, порадоваться луту, который упадет на него. Надеюсь, что упадет что-то полезное. Упало, проверяйте. Хотя, надо будет посмотреть, возможно, для хроста он пойдет. Ммм, нет. Нет. Из-за того, что я дропнул нагрудник 980 с сокетом, я экипировал его для своего фрост ДК и сетовый нагрудник снял и пришлось надевать сетовую голову Т-21. И ноги тоже стали нанцетовыми. Короче, просто во фросте я разбил Т-20, вот и все. На этом еще не конец. Еще стоит позаботиться о Тигеле Воина. Может быть, там прокнет что-то хорошее. Хотя, конечно же, прокнет снижение КД герического прыжка. Это же так важно. Вставить-то я его вставил, а вот что сейчас прокнет, это загадка. Так, ну что, чекаем. Увеличение максимального запаса ярости, драконья кожа и громовый разряд. Угу. Угу. Ну, конечно, я возьму универсальность. Универсальность всяко полезнее для танка, чем крит, конкретно для вара. Но, в принципе, неплохо. То есть, я повысил эквип пушки на 2 итем левела. Ну, то есть, до этого был релик 960, стал 965. Ранее была особенность, конкретно, основного железного релика в том, что увеличение максимального запаса ярости, а теперь увеличение брони на 2%. Ну все, теперь я бронированный, жить буду. Всех вам благ, там, счастья, здоровья. Спасибо, что досмотрели. Видосик до конца. Не болейте. До скорого.